Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. В этом видео я хотел бы поделиться с вами своим новым приобретением. Увидел у нашего поставщика вот такую вот новиночку, надставка. Называется эта надставка Аромат. Можно так сказать, мини-колонна. Мне она приглянулась, понравилась сама конструкция этого змея века. Она меня тоже впечатлила, и я почему-то решил ее для себя заказать. Буду эту колонну использовать на автоклаве. Я приобрел ее для себя автоклав, он тоже ко мне сегодня пришел. Я обязательно на этот автоклав видео тоже сниму и на своем канале его выложу. Может кому-то будет интересно. Автоклав у меня идет с теном, и думаю, что такая колонна на моем автоклаве будет работать неплохо. Конструкция элементарная, простая. Сейчас мы поближе ее осмотрим, покажу все швы, осмотрим внешне и поговорим о ее характеристиках. Но вот эти минимальные габариты и тот напиток, который получается на этой колонне, он меня впечатлил. Я его попробовал и решил для себя его взять. Протестировать у себя на канале выложить. Может кому-то будет интересно в приобретении такой надставочки Аромат. Давайте осмотрим его внешне. Приблизил камеру как можно лучше, чтобы тот человек, который заинтересуется вообще мало ли этой надставочкой, мог оценить вообще качество сборки. Дистилляционная наставка для самогона варенья изготовлена из нержавеющей стали. Двойной змеевик позволяет очищать перегоняемый самогон лучше и быстрее, чем при классической дистилляции. Качество нержавейки, из которой выполнен этот аппарат и марка AISI 430. Высота самой колонны идет 39 см, вес 2,5 кг, диаметр трубки выхода продукта готового идет 8 мм, диаметр трубки холодильника 14 мм, диаметр сухопарника 51 мм. Ламповые соединения идут 2 дюйма, количество витков у холодильника идет 5 виточков. Общая длина, общая холодильника составляет 2 метра. Я считаю, что при таких показателях самогон, который я буду сегодня делать на этом аппарате, он будет хорошего качества. По комплектации давайте быстренько пройдемся. Это крышка сухопарника, прокладки силиконовые, две штуки, которые установлены снизу, сверху. Термометр еще раз говорю, упаковка, хомут и шланг. Шланг силиконовый идет 4 м, 2 м идет на подачу охлаждения, 2 м идет на отвод воды в канализацию. Также производитель уверяет нас, что на такой колонии нет необходимости в перегонке 2-3 раза, как это происходит. Приходится делать в аппаратах с устаревшей технологией. Благодаря высокому КПД обеспечивает за счет уникальной конструкции охладителя. Это змеевик в змеевике. Одна трубка находится в другой. И общая длина этой трубки составляет 2 метра. Якобы он говорит, подключайте к охлаждению, подавайте нагрев на свою брагу и получайте вкусный, качественный напиток. Кто что думает по этому поводу, имеет ли вообще место быть такой аппаратик, но сама конструкция, вот она у меня в руках, никаких регулировок здесь нет. Очень, конечно же, не терпится вообще протестить ее, что я сегодня и буду делать. Пишите в комментариях свое мнение, будем общаться, задавать вопросы производителю, кто что считает по этому поводу. Но конструкция этой надставочки, она меня впечатляет. Выглядит, по крайней мере, красиво. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если видео мне понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Кому будет интересно приобрести такой аппаратик, проваливайтесь по ссылке, которую я вам оставлю в описании. Ценит 4,5 тысячи рублей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok